Суд в Москве приговорил к 8,5 годам колонии администратора телеграм-канала протестной МГУ Дмитрия Иванова по статье о фейках о российской армии. А в Воронеже 8 марта задержали девушку с плакатом, на котором было написано с праздником «Милые дамы». На фоне провалов российской армии в Украине Кремль усиливает репрессии против собственных граждан. Как путинский режим преследует россиян, об этом расскажут наши коллеги. Тимирязевский суд Москвы, признавший 23-летнего Иванова виновным в распространении фейков про российскую армию, также запретил ему в течение четырех лет после освобождения пользоваться интернетом. Вывший студент МГУ свою вину не признает. Обвинение, напротив, считает вину подсудимого доказанной в полном объеме. Адвокат-активиста назвала приговор жестоким и незаконным. Статья 207.3, которой недавно исполнился год, когда находится в нашем уголовном кодексе, по моему глубокому убеждению, там быть не должна, поскольку она репрессивна и антиконституционна. И многие юристы сейчас работают над тем, чтобы попробовать дискредитировать эту норму, дисквалифицировать ее в конституционном суде Российской Федерации. Естественно, борьба с этой нормой будет идти в каждом процессе. Уже год власти РФ используют федеральный закон от 4 марта 2022 года о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации из статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для того, чтобы подавить протестное настроение среди собственных граждан. За так называемые фейки о российской армии осуждены уже сотни человек. Самые нашумевшие приговоры оппозиционерам Алексею Горинову и Илье Яшину по 7 и 8,5 лет соответственно. Теперь к ним присоединился и Дмитрий Иванов. По мнению московского юриста Ларисы Маве, закон будет ужесточаться и дальше, по мере того, как пропаганда Кремля будет терять свое влияние. Власть пугает граждан так, чтобы ни у кого не возникало желания подвергать правильность ее действий ни малейшему сомнению. А если вдруг предложенная версия новостей не будет подтверждена действительностью, что ж, тем хуже для действительности. Лариса Маве, адвокат адвокатской палаты города Москвы в интервью «Голосу Америки». В Тамбове у правозащитника Владимира Жилкина прошел обыск. Забрали всю компьютерную технику. Согласно рапорту полиции, Жилкин является функционером движения «Голос», руководство которого выступает против военных действий РФ на территории Украины. Адвокат написал у себя в телеграм-канале, что считает обыск акцией устрашения и давлением на его семью. Помимо чувства брезгливости, самое неприятное и сильное переживание, конечно, потерянная техника. Без нее остановится вся наша правозащита и иная деятельность. С чем связана акция ФСБ полиции, думаю, с 8 марта. Знают, что меня не пробить, этим решили поздравить супругу. Надеюсь, каждый из сегодняшних моих незваных гостей сможет похвалиться завтра перед своими женщинами. Владимир Жилкин, российский правозащитник, в Телеграм. В Воронеже 8 марта задержали девушку с плакатом «С праздником, милые дамы». А в Замоскворецком районном суде Москвы рассматривался иск спортивного ЛГБТ-сообщества к Минюсту о неправомерности присвоения организации статуса иностранного агента. Обвинение считает, что спортивные мероприятия, проводимые организацией, турниры по бадминтону, лыжам и туризму, были направлены на изменение традиционных в России семейных ценностей. Суд оставил решение в силе, организация в статусе иноагента, однако не собирается прекращать свою деятельность. Я сказала на суде, когда Минюст сказал, что иностранный агент не мешает вам работать. К сожалению, мешает, потому что обслуживание, по-другому не скажу, иностранного агента в России обязывает многочисленным финансовым расходам на аудиты, на всякие отчеты. Мы этого не потянем. Скорее всего, мы вынуждены будем закрыть организацию, но будем работать в другой форме, потому что нас можно запрещать, но физически никуда не денемся, ЛБТ сообщество огромное. После 24 февраля 2022 года в России за участие в антивоенных акциях привлекались к ответственности, были задержаны, оштрафованы или отправлены под административный арест около 20 тысяч человек, говорит российский оппозиционер Андрей Сидельников. Поэтому, в общем-то, безжалостно хватают и расправляются с людьми, показывая, чтобы остальные сидели, боялись и вообще-то в случае не участвовали ни в таких политических вопросах, не участвовали в каких-то митингах. И совершенно неважно, на какую тему те или иные происходят мероприятия, всех хотят запугать просто, чтобы удобнее было вести ту политику, которая ведет. То есть политика, в общем-то, на полное уничтожение свободы. Я уж не говорю про то, что происходит в Украине и геноцид украинского населения. То есть здесь уже у нас, по большому счету, перекидывается и геноцид на российских граждан, независимо от национальности. Согласно официальным данным, в 2022 году в России было заблокировано более 190 тысяч сайтов и веб-страниц. А прокуратура РФ направила в Роскомнадзор в 2022 году почти 2000 заявок о внесудебном ограничении доступа к информации в интернете, мессенджерах и соцсетях. Наталья Белокудрия, Евгений Кармазин для телеканала Freedom.